На 93-м километре федеральной трассы Екатеринбург-Тюмень, на Т-образном перекрестке, на котором в Тюменский тракт с севера втыкается трасса Сухой Лог-Богданович, фактически уже на территории города, начинающегося на Бог, в пятом часу по полуни, то есть при ярком свете дня, приключился крупномасштабный замес с участием автобуса межгорода и бензовоза. Ну и сразу же оптимистично спойлерну, ДТП обошлось не то, что без жертв, а даже и без взрыва. И это ли не чудо? Фабула замеса элементарна. Из Сухого Лога в Богданович катился белый междугородный автобус ПАЗ 125 номера сообщением, ну вы, наверное, догадались, Сухой Лог Богданович с 20 пассажирами на борту. В это самое время, в посредь бела дня, в ортогональном направлении по Тюменскому тракту со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга катился красивый бензовоз «Мерседес», раскрашенный в чисто наши екатеринбургские цвета, черный тягач и оранжевая полуприцепленная цистерна с надписью «Огнеопасно». Ну, если кто вдруг не знает, в черно-оранжевых цветах выступали и выступают такие визитки столь новограда Екатерины, как уральские пельмени, баскетболистки УГМК, футболисты Урала. Да, они в этом сезоне опустились на этаж ниже, но другой футбольной радости в наших широтах нет, так что ждем возвращения шмелей в премьеру. Но это, как вы понимаете, была ремарка в сторону. Вернемся к замесу. Встреча вышеозначенных ТСов белого и черно-оранжевого окрасов случилась в метрах в ста от въездной стеллы с надписью «Богданович». На тамошнем Т-образном перекрестке, читай, на федеральной трассе имеется светофор. И он, посредь бела дня, функционировал. Как пояснил позже гаишникам бензовоза «Вот», его будто бы ослепило яркое сентябрьское, ну, можно сказать, бабье летнее солнышко. Он не увидел, какой цвет горит на трехглазом и вылетел на перекресток на красный. Автобус с 20 пассажирами на борту катился по правилам 2D. По картинке с регистратора видно, что в последний момент рулевой «Мерседес» заметил перед собой большое белое пятно и попытался увернуться влево. Ага, но это больше напоминало неоправданный оптимизм. Такая длинная, тяжелая махина, как бензовоз, ну, не может чисто физически вот так вот махом за здорово живешь увернуться от чего бы то ни было. А, впрочем, долой от себя тянул. Около 16 часов 20 минут на 93-м километре автодороги Екатерин-Гур-Тюмень водитель автомобиля «Мерседес» при проезде регулированного перекрестка пропустил проезд на запрещающий сигнал транспортного светофора и совершил столкновение с автобусом ПАЗ, двигавшимся на разрешающий сигнал транспортного светофора. В результате столкновения был поврежден бак автомобиля «Мерседес», с которого произошла утечка топлива облого под стильника. В результате ДТП оказана медпомощь выим человекам, которые поставлены на СРБ, а город ПАЗ. Как вы понимаете, разлив топлива из бензобака, тягача, это не самое страшное, что могло случиться с бензовозом. Но волею небес получилось так, что незадолго до того он опорожнил огнеопасную цистерну на местной АЗС, так что шел порожняком. К тому же удар пришелся на голову Мерина, и цистерна не повредилась. Гигантского взрыва не случилось, десятки людей в округе не поубивались, и это не может не радовать. Где-нибудь на фронте подобная жесть могла случиться, но у нас глубокий опорный тыл и... и слава богу за все. Людям в автобусе тоже категорически проперло. Мерседес мог не увернуться влево и вонзиться не в кабину ПАЗика, а в центр левого борта, и тогда было бы гораздо травматичнее. Но так получилось весьма гуманно. По данным областного Минздрава, здоровьем в автобусе-межгороде из 20 человек повредились 8. Троих на месте осмотрели врачи скорой, и пассажиры вежливо от госпитализации отказались. Остальных пятерых на каретах увезли в Богдановичскую ЦРБ, где эскулапы их обследовали и сочли возможным отпустить по домам, зализывать неглубокие раны амбулаторно. Казалось бы, удар был устрашающий, с участием бензовоза и десятков пассажиров, а подишты по итогу даже ни одного отправленного на койко-место. Про ослепленного солнцем виновника замеса, 54-летнего мэр-савода, сообщается, что сам он из поселка Монетного, что стажу пилотского в нем 33 года и 13 НПДД за плечами. В этот раз гаишники ему нарисовали три административки. Естественно, за красный, за отсутствие в тахографе карты и термоленты и бонусом за ездьбу на разной резине на одной оси. Что касается вылившегося из бензовозного бензобака топлива, то его останки смыли с федеральной трассы Богдановичские огнеборцы. Госавтоинспекция обращает внимание водителей на соблюдение скоростного режима, также на соблюдение правил проезда как регулируемых, так и нерегулируемых телепостных.